Любое кино и сериал становится значительно интереснее, если смотреть их с качественным звуковым сопровождением. Настроение, атмосферу и эффект присутствия создают именно звук, но, к сожалению, встроенные динамики телевизора не справляются с этой задачей. Для того, чтобы гостиная превратилась в домашний кинотеатр, нужна хотя бы пара колонок, а в идеале многоканальная система. При этом, каким бы простым или сложным ни был ваш домашний кинотеатр, всегда найдется способ сделать его еще лучше. Об этом мы сегодня и поговорим. Правильное расположение акустики домашнего кинотеатра в пространстве – это половина успеха. Если она стоит несимметрично относительно места, где располагаются зрители, придется мириться с несовершенством звуковой картины. При этом, даже если в системе используется только пара колонок, вы можете поставить более широкую тумбу под телевизором, для того, чтобы обеспечить ширину и симметрию расстановки. А если задействовать специальные стойки под акустику, вы не только сможете оптимально разместить ее относительно слушателя, но еще и получите заметный прирост качества звука. В многоканальных системах это тоже работает. Очень часто тыловые каналы ставят там, где удобно, а не там, где будет оптимально с точки зрения качества звука. Стойки и настенные кронштейны решают эту проблему и помогают добиться более цельного сфокусированного звучания, что заметно усиливает эффект присутствия. Если в вашей системе есть AV-ресивер и вы воспользовались первым советом, необходимо заново произвести настройку звука. Во многих моделях для этого есть система автоматической калибровки, а если такой системы нет, все процедуры настройки производятся в ручном режиме. Для этого необходимо в специальном меню указать дистанцию от каждой колонки до места прослушивания и иные параметры, которые могут отличаться в зависимости от модели AV-ресивера. Задуматься о перенастройке звука стоит и в том случае, если вы меняли акустику или просто не уделяли этому вопросу достаточно внимания. Чем точнее откалибрована система, тем более точно будет выстраиваться звуковая картина. Более убедительными и реалистичными станут пространственные эффекты. Напомню и о том, что любое средство визуализации тоже нуждается как в первоначальной цветокалибровке, так и в периодической подстройке изображения. Поскольку и на проекторе, и на телевизоре точность цветов постепенно снижается вследствие естественного старения источника света и матриц формирующих изображения. Периодическая цветокалибровка дает вполне заметный прирост качества. Наиболее очевидный способ повышения качества звука любой аудиосистемы и кинотеатральной в том числе, это замена компонентов. Способ эффективный, но весьма затратный. В ряде случаев улучшить звук без существенных вложений помогает перекоммутация системы. В большинстве кинотеатральных систем есть возможность использовать несколько различных способов подключения компонентов. Например, если вы используете медиаплеер, встроенный в телевизор, сигнал с него на активную акустику или AV-ресивер можно подать либо с помощью кабеля HDMI с функцией ARC, либо с помощью цифрового кабеля, как правило оптического. Оба варианта подключения передают звук с высоким качеством, но чисто технически они отличаются друг от друга, и отличия в звуке могут быть заметны. В сложных домашних кинотеатрах, использующих отдельный AV-процессор и многоканальный усилитель, передача аналогового сигнала может производиться через балансное или обычное несимметричное соединение. Выбирая между коммутацией XLR и RCA, вы также можете выбрать наилучший вариант по звуку. Не говоря уже о том, что сами кабели вносят свой вклад в звучание, и более качественные, более прозрачные для полезного сигнала способны улучшить фокусировку звуковых образов и точность построения звуковой картины в целом. Еще один способ улучшить качество звука – использовать бивайринг или биампинг на фронтальной стереопаре. Это помогает добиться более точного и контролируемого звучания акустики, что одинаково хорошо сказывается и при просмотре кино, и при прослушивании музыки. Если система используется как универсальная. Одним словом, коммутация дает широкое поле для экспериментов и вполне способна заметно изменить звучание системы к лучшему. Следующий способ улучшить домашний кинотеатр – доработать акустическую часть. И если в вашей системе еще нет сабвуфера, это то, с чего стоит начать. Низкочастотные эффекты – это фундамент, на котором строится кинотеатральный звук. Именно он обеспечивает полное погружение в саундтрек фильма. Благодаря тому, что часть низкочастотных эффектов он делает не только хорошо заметными на слух, но еще и вполне ощутимыми физически, на уровне вибрации. Никакие колонки, даже большие напольные, с кинотеатральным басом не справляются. Для этой задачи обязательно нужен сабвуфер. В системах типа 2.1, когда используется пара полочных колонок и сабвуфер, не всегда удается добиться ощущения объемного звука. Для решения этой проблемы без существенной переделки комнаты есть два пути. Использовать беспроводные тыловые каналы, если основная часть кинотеатральной системы это позволяет, либо гораздо проще сменить пару колонок на мощный и качественный саундбар. Это устройство спроектированное специально для воспроизведения кинотеатральных эффектов и создания окружающего или объемного звука. Саундбар дает существенно больший эффект погружения в звуковую дорожку фильма, чем трифоник или стереосистема. Если же ваш домашний кинотеатр имеет классическую конфигурацию типа 5.1 или 7.1, предназначенную для воспроизведения окружающего звука Dolby Digital и DTS, стоит задуматься над тем, чтобы перейти к трехмерному звуку, особенно если AV-ресивер это позволяет. В такой ситуации достаточно простейшего дополнения акустической части кинотеатра. Две колонки высотных каналов, устанавливаемые на фронтальную пару, позволяют воспроизводить самые популярные трехмерные звуковые дорожки. Dolby Atmos и DTS-X. А это уже совершенно иные впечатления, нежели обычный окружающий звук. Подведем итог. В этом видео мы рассмотрели четыре основных подхода, которые помогут получить больше впечатлений и эмоций от просмотра кино, не прибегая к тотальной и весьма затратной переделке имеющейся системы домашнего кинотеатра. Чем больше из предлагаемых процедур проделаете и чем больше нюансов учтете, тем лучше будет результат. А если вы испытываете сложности с настройкой и доработкой домашнего кинотеатра, вы можете получить консультацию у специалистов аудиомании. Онлайн или по телефону. А у меня на сегодня все. До новых встреч! Широкий ассортимент оборудования для домашних кинотеатров доступен в интернет-магазине Аудиомании. А для того, чтобы спроектировать и реализовать ваш собственный персональный кинозал, обратитесь в инсталляционный отдел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!